Сегодня о том, что произошло в доме номер 71 по улице Никифорова, ничего не напоминает. Строители в кратчайшие сроки восстанавливают пострадавший 22 июня от взрыва газа многоквартирный дом. Комиссия с участием руководства Зайенского муниципального района дважды в сутки собирается, чтобы на месте обсудить ход работ. Сегодня полностью восстановлен пятый этаж частично пострадавшей. Четвертый – крышу, наружные и внутренние стены, окна, двери, инженерные коммуникации. Подрядные организации обещают завершение работ до 27 числа этого месяца. И мы хотим, планируем 1 октября заселить всех жильцов этого дома. Строители используют современные материалы. В квартирах натяжные потолки и ламинат. Сейчас начата работа по отделке и установке сантехники. Восстановительные работы начались на третий день после ЧП, после демонтажа разрушенных конструкций. Работы выполняются качественно. Две подрядные организации – это современная строительная система города Альмитевск и местный подрядчик «Форвард» города Зайенск. Работы выполняются без выходных, с утра до вечера, с соблюдением норм и правил. Мы, как кураторы ГИСУ, за этим следим. Руководство района приняло решение о возмещении ущерба, ведь у жильцов пострадала мебель. Кто-то лишился вообще всего. Комиссия рассмотрит размер ущерба для определения сумм возмещения. Как только смету сделали, на восстановление данного дома было обращение к президенту нашей республики. Огромное спасибо президенту республики Рустаму Нургалевичу Миниханову, правительству нашей республики, Министерство строительства, ГИСУ. И были выделены деньги с республики, это чуть более 22 миллионов рублей. И на эти деньги сегодня идет восстановление данного дома. Заселение жильцов планируется на 1 октября. В первые же дни была дана установка – заселить жильцов пострадавшего дома до наступления отопительного сезона. Елена Маврина, Игорь Майоров. Новости Татарстана.